Наверное, герань – это самый популярный комнатный цветок, у которого есть масса разновидностей. Чтобы не покупать много цветов, можно размножить одну герань черенкованием и заставить все свои подоконники любимым растениям, но черенковать и укоренять цветок надо правильно. Для начала помните, что черенки надо срезать только с верхней части стеблей, чтобы на ветке оставалось не менее 6 листиков. Срез делается дезинфицированным инструментом, и сразу после того, как вы получили черенок, его надо укоренять. Слегка просушиваем в течение пары часов на свежем воздухе, чтобы срез подсох, и когда он покроется тоненькой пленкой, надо посыпать его активированным углем или древесной золой. Также важно убрать с черенка все бутоны и цветочные стрелки. Из листьев оставляем только верхний или боковой, а остальные тоже удаляем. Если на черенке остался крупный лист, можно срезать его половину, чтобы у герани хватило сил на корнеобразование, и она не тратила его на поддержание питанием зеленой массы. Для укоренения в горшке нужен маленький горшок или стакан, куда выкладывается слой дренажа. Далее насыпается рыхлая и питательная почва до половины емкости. Затем проливаем почву кипятком для дезинфекции и, когда она остынет, высаживаем черенки на глубину не больше двух сантиметров. Сбоку черенка почву надо немного утрамбовать, затем подсыпать еще и тоже прижать ее. Сразу полностью заполнять емкость почвой не надо, сделаем это, когда герань укоренится. Тепличные условия этому растению не нужны, так как при запаривании цветок быстро гниет. Обеспечиваем умеренный полив под корень без увлажнения листьев. Ставим емкость на освещенный подоконник под рассеянный свет и ждем несколько недель. Можно пролить почву фитоспорином, эпином, корневином или другими стимуляторами для ускорения процесса. От этого корневая система появится быстрее и будет мощнее.